Сегодня мы с вами поговорим об очень известных кремовых тенях от Armani, которые называются Eye Tint, и забегая сразу вперед, я сделаю не просто очень детальный обзор, даже демонстрации в макияже, а также покажу вам аналог этих теней, просто абсолютный аналог, буквальная копия этих теней за 2 доллара 50 центов. Вы будете в шоке, но для этого смотрите до конца, а сейчас давайте приступать к обзору. Что ж, данные тенты победили в прошлый раз в голосовании, в комментарии под моим самым первым видео из этой рубрики, и это свидетельствует о том, что я таки прислушиваюсь к вашему мнению, я хочу сделать вообще эту рубрику нашумело, основываясь на том, что вы в первую очередь хотите смотреть, поэтому обязательно оставляйте свои комментарии по поводу того, на что бы вы хотели увидеть обзор в будущем. Если вам понравится какой-то чужой комментарий, обязательно ставьте на него лайк, так как на самые залайканные я, скорее всего, буду больше всего обращать внимание, как в данном случае на тинты от Armani. Поэтому, если вы часто наблюдаете какую-то шумиху вокруг какого-то продукта, и вам интересно, реально он работает или нет, есть ли на него аналоги, пишите об этом продукте в комментариях. Итак, вернемся к нашим баранам. Что касается тинтов, я купила два оттенка, один светлый, один темный, для того, чтобы понять, как работают как светлые, так и темные оттенки. Что касается общих характеристик, то упакованы они в довольно стандартную вот такую вот глянцевую картонную упаковку. Здесь абсолютно ничего удивительного или необычного. Сам тинт выглядит вот так. Это стандартная, скажем так, пластиковая упаковка, похожа на то, как упакованы блески для губ. И также, когда вы открываете, вы получаете такой же аппликатор, как у блеска для губ. Немножко более вытянутый и острый. Вот, в принципе, похож по форме на мою ладошку. Официальная стоимость этих теней составляет 39 долларов за каждый оттенок. В Украине их можно купить в интернет-магазинах где-то приблизительно за 1000 гривен каждый, ну, что, собственно, и есть 39 долларов. Для кого это тоже важно, я обязательно вставлю состав, чтобы вы смогли с ним ознакомиться. Что же касается обещаний, которые нам дает производитель, я сейчас нахожусь на сайте Sephora. И если вкратце посмотреть, то это стойкая формула теней, которые комфортные и очень мягкие в нанесении, но при этом они имеют очень насыщенный, яркий, скажем так, вид. Это то, что написано на сайте Sephora. По объему за свои деньги вы получаете 6,5 мл. И в линейке представлено 6 матовых оттенков и 10 шиммерных или сатиновых оттенков. Матовые тинты у меня, к сожалению, не получилось протестировать, потому что там, где я покупала, огромная была проблема с наличием, поэтому я взяла из тех оттенков, я выбрала те, которые мне были, в принципе, интересны. Я взяла темно-синий оттенок, называется Minuit, не знаю, в общем-то, это, наверное, французское слово. Это темно-темно-синий оттенок с очень мелким серебряным шиммером. Также я взяла оттенок номер 12, этот оттенок называется Gold Ashes, и я его выбирала как такой, который можно использовать повседневно, потому что такие оттенки зачастую очень хорошо открывают глаза, делают их ярче, делают их более привлекательными, такими сияющими, но в то же время без перебора, то есть для дневного макияжа это тоже подходит. Что касается качества этого продукта, то здесь, мне кажется, очень многое зависит от оттенка, потому что вот эти вот два тинта, они по качеству отличаются. Если к светлому у меня, в принципе, абсолютно никаких претензий нет, то есть он ложится плотно, он хорошо растушевывается, он приятно действительно ощущается на глазах, он выглядит дорого, богато, красиво, то что касается синего, то тут у меня возникают некоторые вопросы, так как когда он наносится, он наносится достаточно плешиво, то есть видно, что в каких-то местах больше пигмента скапливается, а в каких-то местах я вот вижу просто кожу, которая проглядывает через какой-то тонюсенький слой чего-то синего, какой-то синего геля такого, скажем так. Сегодня свой макияж я выполняла с помощью вот этого вот синего оттенка, и я вам в деталях покажу, как я этот макияж делала, потому что на одном глазу у меня тинта Тормани, а на втором глазу у меня полный аналог этого тинта, о котором я обязательно вам расскажу, который работает, я бы даже сказала, что лучше, чем вот этот синий, и полностью идентично тому, как работает вот этот вот светлый. Для того, чтобы выполнить этот макияж, я изначально подготовила общую форму в тенях, для этого я использовала палетку Anastasia Beverly Hills Master Palette by Mario, и с помощью всего лишь двух теней я выстроила основную форму, такую с макияей, достаточно насыщенную форму, после этого я нанесла как раз-таки тинт от Armani на века, и немножко его растушевала вокруг, для того, чтобы он слился с той формой, которую я изначально подготовила. Позже я немножко там, скажем так, добавила теней, чуть-чуть еще подрастушевала, добавила карандаш, добавила карандаш по ресничному краю, накрасила ресницы, наклеила накладные ресницы, в общем-то выполнила достаточно такие обычные шаги для создания с макияей, результат мне очень нравится, то есть в принципе я не могу сказать, что этот продукт действительно отвратительный. Это хороший продукт, да, он классно работает, он красиво выглядит на глазах, то есть здесь у меня никаких претензий нет, помимо того, что вот этот немножко плешивен, все-таки в макияже он выглядит нормально, то есть он не выглядит так, как будто хочется макияж стереть и использовать что-то другое. Но претензия основная у меня здесь как раз-таки к их цене, потому что мне кажется 39 долларов, это слишком дорого для вот такого вот банального и простого продукта, как кремовые тени. И я сейчас говорю о кремовых тенях в принципе, потому что кремовые тени, мне кажется, уже научились настолько хорошо делать, что что бы вы ни купили, какие кремовые тени вы бы ни купили, начиная от самых каких-то супер дорогих до бюджетных, там по типу Maybelline, ну не сильно уступают. Да, они уступают, но они не сильно уступают, но разница в цене просто колоссальная. Что же касается аналога, который я нашла, я, честно говоря, перелопатила много вариантов, и этот аналог мне попался совершенно случайно. Я просто залезла на сайт Beauty Joint, и я на Beauty Joint выбрала категорию теней и начала просто перематывать все страницы, которые там были, и открывать вкладку на всех кремовых тенях. Мне на сайте Beauty Joint попались вот такие вот тени, о них я вообще не слышала, чтобы кто-то говорил, вот просто это мое открытие, и вам это просто огромное спасение, потому что тени эти стоят 2,50, но они абсолютно, абсолютно идентичны теням Армани. Итак, бренд называется Absolute New York, и конкретно линейка этих теней называется Pure Metal Whale. Я когда их увидела на сайте Beauty Joint, по картинке они мне выглядели вот просто один в один, как кремовые тени, вот эти Eye Tint. Единственная упаковка, вы видите, у них намного меньше. Здесь, в этих тенях, вы получаете всего 1,5 мл, в то время как в Армани вы получаете 6,5, но даже учитывая, что вам нужно 4 баночки вот таких вот купить, для того, чтобы получить объем Армани, все равно это получается 10 долларов, это не получается 40 долларов. На эти тени в интернете тоже было очень сложно найти какие-то свочи, то есть я их взяла, вот грубо говоря, наугад, и я настолько вот попала в точку, что вы будете в шоке, когда я буду показывать вам, как это все работает, как это свочится. Итак, взяла я 2 оттенка, которые в итоге оказались практическими аналогами. Что касается синего оттенка, то это просто абсолютный 100% аналог, как по цвету, так и по текстуре, так и по стойкости, так и по всему, абсолютно всему прочему. Это абсолютный-абсолютный аналог, и мне вот этот вот Absolute New York нравится даже больше, потому что он, когда вы его свочите, он не плешивит. На глазах он работает просто один в один. Что же касается второго оттенка, который я взяла, здесь это оттенок шампанского, здесь есть небольшое отличие, потому что вот этот вот оттенок от Absolute New York, он немножко более розовый, в то время как вот этот больше светлый, наверное, такой как светло-светло-бежевый. У них есть такое едва различимое отличие, которое вот если на глазах, вы никогда в жизни не различите, то есть если вы будете знать, куда смотреть, тогда, возможно, вы увидите разницу. Но если вот сделать макияж, один глаз вот этот, а один глаз вот этот использовать продукт, если вы не будете знать, на что конкретно обратить внимание и выискивать, скажем так, нюансы, вы никогда в жизни не различите их тоже на глазах. Единственное отличие, я бы сказала, что между ними заключается в их упаковке, естественно, потому что здесь достаточно такие, обычная упаковка, очень маленький тюбик, и также вы получаете такой же аппликатор, только он значительно меньше, и вот аппликатор мне в Armani нравится больше. Здесь же он немножко более короткий, но все равно стоимость 2,50, я им готова простить этот аппликатор, который у них там есть. И, кстати, тоже хотела сказать, что, вы знаете, я не вижу тоже смыслов вот в такой вот большой баночке, потому что он у меня скорее засохнет, чем я его использую до конца. Я могу предположить, что такой продукт до конца может использовать только тот, у кого вот только эти тени есть, вот только какой-то один или два оттенка теней есть, больше вообще человек ничем не пользуется, либо это какой-то визажист, который постоянно работает, допустим, на марке Armani, или ему просто настолько сильно нравятся конкретно эти ай-тинты, что он ежедневно в своей работе использует эти тинты. Вот тогда только я могу представить, как это можно использовать до конца. Если вы время от времени для того, чтобы сделать какой-то нарядный макияж, будете их использовать, вы их никогда не закончите, они у вас испортятся намного быстрее, потому что у них срок годности всего 6 месяцев после открытия. То есть через 6 месяцев по санитарным гигиеничным нормам их нужно выбросить, а я вам даю гарантию, вы не успеете их за полгода использовать. Поэтому в таком случае вот такие маленькие тюбики даже играют вам на руку, потому что у них срок годности тоже 6 месяцев после открытия, но вот такой тюбик хотя бы более-менее реально, хотя бы до половины использовать. Ну что ж, подводя итоги, могу сказать, что тинты эти мне в принципе понравились, но я считаю, они абсолютно не стоят своих денег. То есть если они у вас есть, то конечно ими приятно пользоваться, если они вам по карману, то естественно, почему бы и нет, они действительно неплохие, то есть хорошо работают, стойко держатся, и к ним особо претензий нет. Но опять-таки перед выбором я бы вам советовала все-таки посмотреть свотчи, потому что исходя из вот этого синего оттенка, некоторые оттенки, я так понимаю, могут быть лучше, чем другие. Но если вы хотите получить их полный аналог за 2,50, закажите вот эти вот тени на Beauty Joint. Если вы не знаете, как заказывать на Beauty Joint, можете воспользоваться моим проектом Simple. Я оставлю ссылку внизу. Simple это проект по совместным покупкам за рубежом, поэтому, если не знаете, то я вам, в общем-то, могу их привезти. Если знаете, как заказывать, 100% берите, особенно если вы хотели попробовать тинты от Armani, потом мне скажите спасибо, это я вам гарантирую. А на этом я буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно поставьте палец вверх, если оно вам показалось полезным. Обязательно поставьте палец вверх моим аналогам, потому что мне кажется, что я настолько круто аналоги не подбирала, наверное, еще никогда. Это впервые я настолько точно и по цветам, и по текстуре, и по финишу, и по стойкости угадала. И это действительно открытие, о котором, мне кажется, еще вообще никто не говорил. Обязательно оставляйте тоже комментарии по поводу того, что мне обозревать в будущем, потому что, опять-таки, видите, я такая фея, которая исполняет ваши желания, покупаю ту продукцию, которая вам интересна, делаю на нее обзор, да еще и аналоги ищу. Да, если вам интересна эта серия, то обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать мои видео в будущем. Если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, и таким образом вы никогда не пропустите мои видео, потому что YouTube вас всегда будет оповещать о выходе новых серий. Буду надеяться, что вы это сделаете, и мы тогда с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...